Девушки отдыхают 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 Добрый утро Здравствуйте Отличный Утром к нам пришли тренеры После взвешивания Была первая встреча с Денисом Было очень стыдно смотреть ему в глаза Помимо того, что вы подводите себя плохими результатами Первое Второе, вы подвели команду В третьем, вы подвели меня Я не говорю сейчас, что результат однозначно плох Но он меньше, чем можно было бы Каждый из вас должен на этой неделе Поставить себе цель не меньше 6 килограммов Используйте вот это даже поражение Как мотиватор Весы следующие достаточно скоро Мне не нравится их отношение в целом К тренировкам Потому что я вижу, что они все время Филонят слегка И я не чувствую в них настроя На то, чтобы компенсировать проигрыш В прошлой неделе Покажите мне сейчас Тем, как вы тренируетесь То, что мы не проиграем на этой неделе То, что вы не собираетесь По итогам этой недели Подвести и себя, и меня Мне непонятен просто такой настрой Я вам серьезно говорю Мне абсолютно категорически Не хочется увидеть, что вы похудели На меньшее количество килограмм Ребята, это просто недопустимо Мы сейчас с вами трудимся Каждый момент на то самое взвешивание Нажимайте на эти кнопки Хватайтесь за эти штанги Дяните за эти мячи Держите эту цель Синяя команда в лице вас Получила прекрасную мотивацию Они знают, что они в борьбе Они знают силу соперника Соперник показал, что он может И теперь вы показываете Уже больше того, что вы можете Спасибо победившим Спасибо проигравшим Мы друг друга тянем вверх К персональной эффективности Каждого из участников Нико, к тебе персональное задание Я жду на следующем взвешивании Минус 5 килограмм И это то, что ты должна сделать для команды Команда весит почти полторы тонны И я сделаю все Для того, чтобы эти полторы тонны Стали как минимум тонны Олег У тебя минутная слабость? Нет Четыре минуты еще работаем Все тяжело Встать тяжело Лечь тяжело Подняться тяжело Присесть Подеть здесь вообще уже невозможно Я вот в свои 48 Хочу доказать себе И некоторым окружившим Что в 48 Жизнь только начинается Вес я сброшу обязательно В любом случае Потому что Собственно говоря Дальше идти некуда Хватит ждать Хватит писать черновик Каждый из нас проживает свою жизнь Каждый ответственен за свою жизнь Поэтому Все в наших силах Будем трудиться Все получше Пять секунд Пятнадцать прошло Еще пять Смотри сам Стоим Стоим Нет Вот женщины Вот эти коня на скаку остановят Хорошо Опускай Пятьдесят Супер Я сделала больше Чем я от себя ожидала Я никогда не ходила В спортивные залы И поэтому для меня Это был рекорд Я не слезаю тебя Пока ты не станешь Вся мокрая На этой дорожке Ага Максик Ты несчестно играешь Давай Есть секунд Для Макса Нужно создавать Прессинг Он сильный мужчина Он держит Это туда Ребят Нам надо подождать Веронику Она первый раз в жизни Бежит Со скоростью 7,5 километров в час Она будет бежать Еще одну минуту Она не плачет А бежит Еще одну минуту Поехали Здесь каждый Кует Свою собственную силу воли И на каждом взвешивании Вы будете понимать Что моя мягкость Будет оборачиваться Против вас А моя жесткость Будет играть На ваш Личный персональный результат На прошлой неделе Команда Синих Выиграла конкурс Но даже Имея преимущество В 2 килограмма Все же Проиграла Взвешивание Отставание Составило всего 49 сотых Процента По правилам шоу И по решению команды Михаил Кананец Отправился домой Тренеры обеих команд Настроены решительно Покажите мне сейчас Тем, как вы тренируетесь То, что мы не проиграем На этой неделе После первых результатов На взвешивании Они поставили своим подопечным Новые задачи Михаил Кананец Я жду на следующем взвешивании Минус 5 килограмм Мы пошли на улице тренироваться На улице довольно-таки Интересные тренировки У вас набор из упражнений Это тележка Это колесо Это бочка И молоко Телжас был По распространенной Точке зрения Что тренировка Настоящая Может происходить Только в стенах Зала Хотя на самом деле Это абсолютно не так Занятие на улице Много интереснее И нагрузка Мне кажется От него больше Чем от зала Мне 27 лет Я из города Санкт-Петербург Я работаю Продавцом В цараповом комплексе Продаю дизайнерскую одежду Красивую Очень Я, к сожалению Не помещаюсь В одежду Которую я продаю Я очень хочу Но они помещаются Они не шьют Это большие размеры Поэтому проще изменить размер Хорошо Молодец Хорошо Работаешь Несколько раз У меня порвали слезы На глазах Мне хотелось Убросить Зара Зачем Нет Молодец Хорошо Я никогда В жизни Не подумала О том Что я буду Таскать шины И бить молотом Давай Разгони ее Немного Разгони Легче пойдет Почему Ну это не заставляй Ну почему скажи Ну не могу я уже Ты можешь Да Сань Ты можешь Еще разок Я не знаю Что такое легко Я помню себя Всегда больше Стально Всегда выше Всегда здоровее Я был И у меня вот был Вот этот маленький Уютный мирок В котором я был Маленьким Толстеньким Таким типа парнем Который вроде как бы И маленький У мужа вырос 18-19-20 Я встретил Девочку С которой начали Мы встречаться Она меня просто Полюбила Такой какой я есть Ну мы с ней расстались Через 2 недели Потому что у нее мама Была против того Чтобы мы с ней встречались И вот завес Как раз таки Вот здесь Очень ярко Было То что вес Большая Я напился Проснулся Понял Всю никчемность Своего существования Он Гостыд достал Для меня Пошли Ну и что-то Прямо Меня Зло Сделало Пришел сюда Значит Надо до конца Вот так вот Молодец Вероника халявила Всю тренировку Я смотрю на Веронику Вероника работает Я не смотрю на Веронику Вероника не работает Мне важно было время Когда я буду смотреть Только на Веронику И ей было важно Это время Чтобы понять Что такое Работать по-настоящему Сколько у меня был Спортзал Восемь не поверьте Всегда я себе говорила Так Я буду ходить Спортзал Все замечательно Мама мне покупала Абонемент Неделя проходит Ник туда даже Не подняется Я все всегда Скидывала То, что мне скучно Одной Силы воли У меня нет И пока мне Никто-то не даст Спинок под зад Наверное Так и буду сидеть Раз Двадц Три Еще 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 Не останавливайся Почему я должна Орать на тебя Все время Вероника халявила Всю тренировку Вероника была Наказана Стоп Повторей Ты отсюда Не слезешь Не выйдешь Пока ты не сделаешь Скоро Мы сделаем Скоро Скоро Что ты еще Ни разу Не делала Ты все время Жалела себя Но Ради кого Ради какой Мечты Что ты здесь Делаешь Раз Первый раз В жизни Как мне показалось Она действительно Преодолела Сама себя Будешь вывес наверх До конца Можешь Почему ты плачешь? Руки А что еще? Ничего А ты когда-нибудь В жизни была Худым человеком? Да А если у меня Эти все стрессы То я бы осталась До такой Кому важно Чтоб ты была другой Стресс случился Когда заболел Серьезно мама Был идеальный Сахарный диабет Я понимала Что если сейчас Ее просто не способны То ее уже не станет Ну это Очень тяжело Каждый день К ней ездила В больницу Ухаживала за ней Очень сильно депрессия была Заедание По его стрессу Это было на первом месте Наверное Я ела все Что видела Тогда я уже поняла Что это критическое Что нужно что-то делать Дожаралась Это все Ты уберешь то лишнее Что мешает тебе жить И твоя мама Будет счастлива за тебя Представляешь Как она переживает за тебя Она плачет за тебя Она видит Какая ты И какой ты можешь быть Да Ты сегодня сделала Все И чуть больше Семнадцать участников В составе двух команд Активно тренируются Чтобы в конце недели На контрольном взвешивании Показать лучшие результаты Нажимайте на эти кнопки Хватайтесь за эти штанги Тяните за эти мячи Держите эту цель С первого дня Участники шоу Стараются правильно питаться Но чтобы старания Превратились в навыки Необходима помощь Эксперта-диетолога Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Юлия Бастрегина И я врач-диетолог Я здесь для того Чтобы рассказать вам Об основах Правильного питания Наш организм Это огромный химический завод Я лично Многого не понимаю Что там Как проходит Все ли вы знаете Что делает соль В нашем организме Прекрасно Вы знаете Каково безопасное Количество соли 5 грамм в день Вот здесь содержится Уже 5 граммов соли Точно такая же доза Содержится В трех кусочках сыра В 50 граммах колбасы И 20 миллилитрах Соевого соуса Если мы за весь день Высолим вот столько То это позволит нам Даже без ограничения Калорийности Потерять от 3 до 8 килограммов веса То, конечно, я не знал Что всего лишь нужно Там 5 граммов соли Для того, чтобы вес не игрался Калорийность бутерброда 495 килокалорий Вы видели глаза всех участников Когда поставили этот гамбургер Важно взвешивать продукты Я вас очень прошу Запомнить такую скороговорку Что, какое, с чем, на чем, сколько Когда Юля начала потрошить Этот гамбургер На составные части Я просто совершенно четко для себя понял Я этого больше не хочу Это шоколад Ну так, если вдруг кто-то не понял Да? Вот в этих 100 граммах Содержится 35 граммов жира Давайте мы посмотрим Где содержится столько жира Полтора литра кефира Ну, это ваша плитка шоколада Килограмм гречневой крупы Из которого получится 3 с небольшим килограмма каши 2 килограмма куриных бутербродов Это еще не все Или вот в таком количестве О-о-о! О-о-о! Это только жира! Можно будет 10 раз подумать, прежде чем съесть не то что плитку, а один маленький квадратик. Нормальное содержание жира в рационе около 70 грамм. Часть этого жира вы получите просто из естественных продуктов, которые вы готовите. А часть вы должны получать вот из этого количества мяса. Потому что жир, как белок и как углеводы, является абсолютно незаменимым веществом питания человека. Просто попробуйте есть, ну, скажем так, на треть меньше. Или покупать продукты с жирностью на треть меньше. Контролировать честность людей, которые производят продукты питания, я не могу. Поэтому, видимо, придется больше готовить и больше уделять времени приготовлению пищи из натуральных продуктов. Полтора литра чистой воды. Это ваша норма. Все, что не вода, это еда. Вот, например, кофе с сахаром и с молоком. Это еда. Чай с лимоном и с сахаром. Еда. Я могла не съесть обед, а попить чай с шоколадкой. И теперь я понимаю, что это абсолютно в корне неверно. Эта табличка вам в помощь для того, чтобы вы начали учиться составлять себе рационы и контролировать ту калорийность, которую вы употребляете. Продукты для удобства разбиты на категории. Например, крупы, макароны и хлеб. Здесь же указаны калорийность, количество белка, жира и углеводов. Есть дневнички, разделены, вы видите, да, по группам, на которых написаны основные приемы вашей пищи и промежуточные приемы. Здесь написано, сколько килокалорий. Вот с нынешнего момента я вам очень настоятельно рекомендую утром, днем и вечером считать, сколько вы съели. Все ясно? Да. Ну, выполняйте. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Для меня многое стало понятно, в чем себя ограничить, каким образом это контролировать, чтобы понимать, что ты ешь, зачем ты ешь. Потому что это одна из основ здорового образа жизни. Как только вы начинаете себя жалеть, как только вы начинаете думать, что у вас устало, вы уже проиграли. Вы просто слушаете мой голос и делаете упражнения, несмотря ни на что. Сколько? Я не могу больше. Ну, ажешь! Ты здесь зачем ажешь? Потому что похудеет. Меня зовут Мария Погожельская, мне 21 год, я живу в Москве. Я родилась в 92-м году, жила с мамой и с папой сначала. Ну, потом родители у меня начали злоупотреблять алкогольными напитками. Они ругались часто, дрались. И в один прекрасный момент за мной приехала полиция с бабушкой. Меня отправили в детский дом. Тяжело было. Мне отражали руки. Я себя четыре раза по голове этой пантели ударила. Я плакала, у меня была истерика, но я все-таки собралась и я доделала. Ты делаешь все для того, чтобы стать новой. Так. Пять. Выдох. Иди до конца. Попробуй праздник в жизни пройти до конца. Давай. Раз. Два. Шли. Еще два сам. Сто. Дима сделал это. И у Димы появился в жизни новый пример того, какой Дима может быть сам для себя. Сегодня я уже сделал первый шаг. Перестал я себя немного жалеть и сделал до конца. Я Дмитрий Абрамов, мне 21 год, я из города Коломна. Сейчас работаю поваром в ресторане Мне нравится эта профессия, но, к сожалению, лишний вес мне мешает Потому что это весь день нужно стоять на ногах Я хочу уходить в первую очередь для самого себя, для здоровья, для работы Чтобы мне было легче работать Многие шеф-повара не берут полных людей на кухню Даже вот в обычный ресторан, если ты смотришь объявление о работе В скобчиках подписано «только не полный, только не полный» Ребят, чем больше я от вас слышу вот этих вот всевозможных вопросов, сомнений, колебаний Это все, как вы понимаете, говорит слабость, а не сила Возможно, Жанна, что ж невозможно Я тебе говорю, что возможно Ты делаешь 5-10 секунд через «не могу» Это и есть то, что приводит к результату В каждом подходе я хочу видеть, что вы выложились, Жанна, по максимуму, ты понимаешь? Мне очень тяжело дается беговая дорожка Силовые нагрузки не так сильно пугают, насколько меня пугает беговая дорожка Мы делаем, пока я не скажу «стоп!» Вы что тут? Что с вами? Что такое? Я домой собралась Ты когда-то домой собралась? Когда-то домой собралась Почему? Не хочу ничего Почему? Я не могу на этой дорожке гребаной протекаться и минуту Я не ожидал от Жанны такого поворота Просто какой-то исторический взрыв Что значит, ты не хочешь? Жанна, Жанна, стой, 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 стой Жанна, Жанна, ты куда? Это откуда вдруг взялось? Жанна! Жанна, я тебя не отпускал из золы Нам всем тяжело Мы все хотим так или иначе на ночь поплакать, домой Мы психологически устали Мы знакомимся со своим телом, оно болит Но при этом делать такие выходки во время тренировки на глазах у всей команды Я считаю, что это непростительно Такой возможности больше не будет, как сейчас Мне не надо Что ж не надо? Я тебе точно говорю, что надо Тебе это надо И ты знаешь, что тебе это надо И ты ради этого хотела сюда попасть Не могу Конечно, у них очень много стрессов У них неделя идет за две, наверное Потому что у них каждый раз что-то происходит новое Вообще новая среда Они оторваны от близких Они оторваны от привычного круга жизни Это чистое проявление слабости Это понятно То есть просто человек сдается Я тебя жду в зале Подумай и приходи Я сорвалась от того, что все-таки морально я не настроила себя до конца так, как положено Не уверена в себе Вот это вот первое расставание с моим мужем То есть мы с ним вместе полтора года И мы впервые в жизни расстались так, что даже позвонить друг другу не можем Как бы оно все вместе накопилось Без силы я прошла Вторую неделю 17 участников шоу взвешатся Жанны люди ведут борьбу с лишним весом Они учатся правильно питаться и ежедневно тренируются Как только вы начинаете себя жалеть Как только вы начинаете думать, что у вас устало Вы уже проиграли Многочасовые тренировки выдерживают не все В начале недели срыв произошел у Вероники из команды красных И вот теперь у синих не выдержала Жанна Жанна Жанна, я тебя не отпускал из зала Что выберет Жанна? Сдаться и уехать домой Или вернуться на тренировку и продолжить борьбу с собой и своим лишним весом Я тебе серьезно говорю, я тебе могу Теперь так Давай подождем Да, взвешивание Если реально ты захочешь уйти Развернешься и пойдешь Никто держать не будет Если ты решишь остаться, ты останешься Пришла она как бы с такой спаминной головой Она подумала о чем-то, пока была в комнате Я навернулась, и мы с ней еще позанимались Без гонок, без гонок Все, спасибо, он тебе надо Но не сдаешься Не сдаешься, надо дойти Один, поехали Надо дойти Терпи все время Ты прям, я чувствую Ты прям хочешь развернуться сразу спокойно Все? Отлично, отлично, отлично Вот Ну Все хорошо? Я обещаю, что я, со своей стороны, буду очень сильно стараться разобраться в самой себе Друзья, я приветствую вас Настало время очередного конкурса Каждый из вас знает, что соскальзывать вниз, как и поддаваться своим слабостям, очень легко Но в этом состязании вы должны показать мне, что как бы тяжело вам не было, вы всегда найдете силы подняться вверх Итак, вы видите две дорожки Одна для команды красных и другая для команды сильных Вы будете по одному спускаться по этим дорожкам к подножию холма Там находятся стойки с флажками Ваша задача принести флажок наверх Сразу после этого может спускаться следующий участник команды Как вы понимаете, это эстафета Победа в ней присуждается тем, кто быстрее принесет на вершину холма последний флажок Команда, которая проиграет, получит два дополнительных килограмма на финальном взвешивании на этой неделе Команда красных у вас на одного человека больше И поэтому один из вас сегодня не будет участвовать в соревновании Я даю вам две минуты, чтобы решить, кто этот человек Я думаю, что для Митя будет, потому что ему тяжелее всего Да, давайте Митю Я могу сложить, действительно пока тяжело У него проблемы с ногами, в горку ему сложно будет подниматься Ну я думаю, что Митя морально сможет помочь Стараюсь Ну что ж, а теперь у вас будет еще две минуты, чтобы каждой команде посовещаться по поводу тактики в этом конкурсе Я первый, Леша, второй, третья Вероника, четвертая Маша Мы поставили самых сильных игроков, как мы считаем Мы поставили в начале и в конце Короче, самые большие едут самые первые Сначала должны пройти большие А потом более маленькие, более ловкие должны нагнать Если вы готовы, то я прошу пройти вас на исходную позицию Я сам стал первым Я понимал, что из-за моего старта будет зависеть дальнейшее выступление команды Начали! Я об этом давно мечтал на самом деле Что я могу там с горки покататься И, наконец, в горочке очень нормально Такой прям вшу пошел Я знаю, что если у меня не получится ехать на спине Мне необходимо будет совершить некое над собой усилие рвов Для того, чтобы начать скатываться бочкой Татьяна не отнеслась к этому соревнованию как к соревнованию Она даже не пыталась бьет, она просто шла Мне пришлось снять очки и у меня вообще было все разбито Куда бежала? Как скатывалась? Где этот флажок? Куда его вставить? Я вообще ничего не вижу Подойдите! На боку! Отлично! Нормально? Глубок! Допнула глубоко! Давай! Покаташки в тюрьме нет. Ходит! Давай, давай, давай! Олег, дыши, 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 дыши! Так вот, беги. И ноги уже не скрошают, недостаточно физическая радость скрошает. Ой, молодец. Види! Давай! Переваливаемся! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Стоп! Жанна зацепилась ногой за шнурок, и она упала всем своим весом на руку. Но она продолжила соревнования. Жанна, сильно больно, да? Как больно. Синенькие руля. Ну, доктор вроде как сказал, что так легкий вывих, ничего страшного. Команда «Е» благодарю вас, и команда «Красных» одержала сегодня победу в этом конкурсе. Я вас поздравляю. Победа в этом конкурсе, я думаю, некий такой моральный реварш. Мы попереживали, конечно, немножко после первого проигрыша. Сейчас можно тысячу причин искать. У кого там дорожка, у кого больше, там, где доработали, и все. Сейчас главное не сдаваться и не думать, что у нас есть лишние килограммы на взвешивание. То есть мы должны все равно рвать ими дать, и мы будем это делать. Посмотрим, если покажут. Проиграли мы из-за меня, потому что неправильно мы встали. Если бы мы встали с самого начала маленькие, потом большие, мы бы, в принципе, может быть, еще поборолись. Мы изначально проиграли, потому что ты вперед намного как сразу ушел. Причем здесь ты? Да, не говори ты. Большая гордость за нашу команду. На этом испытании мы только поняли, что мы настоящая команда. Взвешивание не загорали, поэтому... Все это прирухно. Пойдемте. То, что мы победили, то, что мы настоящая команда, это уже важно. Но самое страшное, конечно, еще впереди. Это взвешивание. Кстати, по поводу взвешивания. Просьбу всем, кто сегодня свои три с половиной часа, четыре не сделал, сегодня доделать. Потому что не хочется больше перед Денисом краснеть, потому что в последний раз было очень стыдно. Придется опять за кого-то голосовать, опять сидеть, опять это все обсуждать. Не очень хочется. Я, например, ни с кем не хочу расставаться. Давайте работать. Так, все, давайте. Кто на улицу, кто в спортзал. Расходимся. Каждую неделю команда соревнуется в конкурсах, победа в которых обеспечивает преимущество на контрольном взвешивании. Конкурс этой недели показал, что подняться в гору иногда тяжелее, чем спуститься с нее. По каташке тюленей. В эстафете победила команда красных, отправив тем самым два штрафных килограмма на весы команды соперников. Теперь синим придется очень постараться, чтобы после взвешивания вновь не оказаться в меньшинстве. Сегодня я назначила вам встречу в этом странном месте. Вижу, вы готовы к представлению? Да. Можете не сомневаться, вас ждет зрелище не для слабонервных. А пока я хочу представить вам человека, который знает о вас больше, чем вы сами. Эксперт по здоровому образу жизни Борис Зимин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, я вас оставлю. Прежде всего, я хочу, чтобы вы кое-что увидели. Ее толкать не надо было. Ваш суммарный вес составляет 2637 килограммов. Вы все люди с избыточным весом. 60% вашего веса составляет жир. Вы хотите увидеть, как он выглядит? Да. Даже если не хотите, придется. Это сомневаться. Это сомневаться. Пожалуйста. Офигеть. Офигеть. Когда оттуда потекли, поползли вот эти шматки сала, потом начало все это капать, когда запах. Но это было настолько отвратно. Я просто посмотрела и подумала, неужели это все во мне? Стыдно на это смотреть. Как будто меня вывернули наружу. Представьте, что вот точно такой же жир вы носите на своем теле. Жир – это то, что сокращает вашу жизнь. Он вызывает такие заболевания, как сахарный диабет, атеросклероз, инфаркт, артриты, артрозы. Вы стареете значительно быстрее, чем здоровый человек. Потому как ожирение – это болезнь. Мы провели с каждым из вас ряд очень важных исследований. И сейчас я уже могу сказать вам, каков ваш биологический возраст. Александр, гляди-ка. Твой паспортный возраст – 26 лет. Давай узнаем, насколько молодо свое тело на данный момент. 53 года, в два раза. Постарел что-то. Мне хочется себе доказать, что ты как бы, ну, ты не старик, не трухля, ты можешь. Оксан, твой биологический возраст – 53 года. Это очень много для меня. Для меня это шок в душе. Я ощущаю себя молодой женщиной. Влад, поздравляю тебя с круглой датой. Веста, твой паспортный возраст – 27 лет. Возраст у него организма – 33 года. Это жутко. Вот примерно так же, как из машины оно высыпалось. Пусть из меня высыпется. Но только, естественно, мне нужно было для этого поработать. Что ощущает женщина, которая прожила лишних 7 лет? Ну, старость не за горами. Страшно, конечно. Органы и системы твоего организма работают в режиме 47 лет. Мне страшно слышать, что оно говорится. Совсем молодой человек. 21 год. Надеюсь, что и внутренний год. Итак, биологический возраст Дмитрия. Травится? Нет. Это, конечно, неприятно осознавать. Представляешь, что тебе 21, что в тебе вот эта вот ужасная вонючая масса. Маша, 34 года. У тебя есть дети? Нет. А планируешь дети? Конечно. Женщины с избыточным весом, их беременность проходит очень тяжело. Роды проходят тоже очень тяжело. Стало страшно. Потому что 12 лет из жизни они куда-то ушли. Ты не знаешь, куда они ушли. Ты их даже не ощутила. Петр, твой возраст биологический 36 на 10 лет. Ну, это было ужасно просто. Я не знаю, какие слова подобрать, чтобы это описать. 47 лет. Ты знаешь, в 25-27 лет женщине уже предлагают пользоваться антивозрастной косметикой. Я, кстати, пользуюсь. В 20 лет антивозрастные кремы только навредят. Но они из этого скроют. Недоступны. А чем скрывать, если можно похудеть? Это верно. Жалко, что 7 лет из-за лишнего веса у меня куда-то просто взяло и испарилось. Жан, ты замужем? Да. А сколько лет твоему мужу? 21. В данный момент он в два раза младше тебя. Тебе не страшно? Страшно. Как можно было себя довести к такому состоянию? Это лень. Мы все худеем с понедельников. Мы все перестаем покупать сладкое каждый день. Муж никогда не говорит тебе, Жанна, я очень хочу, чтобы ты похудел. Нет. Но я как бы прекрасно вижу, как он смотрит на остальные девушек. Мне стало страшно, что я сама виновата в том, что я не могу себя сделать счастливой. И я посмотрела на эту груду жира и решила, что я буду топить этот жир, который есть во мне, и никогда в жизни его уже не буду накапливать. Сколько тебе нужно лет, чтобы стать полковным? 12. 41 плюс 12 – 53 года. Два года на пенсию. Да. Вероника, 20 лет. Вся жизнь впереди. Тебе не стыдно? Стыдно. Мне стало стыдно, что я себя до такой степени распустила. Я поняла, сколько времени я потеряла. Пенсия? Олеся, с юбилеем тебя. Если честно, в шоке. Было настолько неприятно. И я не могу еще до сих пор прийти в себя морально. Какое-то состояние подавленности сейчас. Пенсионер. Ужасно. Я оказался самый старик среди всех участников. Можно так очень быстро прожить жизнь. Это гарантированные проблемы с сердцем. Проблемы с суставами. Ну, возрастные, просто возрастные. Ничего не поделаешь. Но в 39 лет – это мужчина, у которого все впереди. С детства не был полный. Был обычный, нормальный. Спортом маленький даже занимался. Жил в 1996 году. В 23 – первый ребенок появился у меня. Я сын. Через два года дочка. Мы прожили 10 лет. К сожалению, не получилось. Разошлись. Конечно, с разводом был в страхе, естественно. Как бы там ни было, все равно я убил. Я бы еще был. После этого, в принципе, нашел набирать вес. Ну, собственно, наложилось друг на друга этот развод. И к тому же, с работы я улыбался в тот момент. И спина болела. Вообще, жизнь получилась как практически все с нуля, с самого начала. Ну, нет решения про это, конечно, для того, чтобы стать прежним, вернуться в прежнюю жизнь. Тогда мне не нравилось больше жить, чем сейчас. Возможно, сейчас кто-то из вас на меня в обиде пришел, наговорил разных неприятностей. На самом деле, я искренне хочу вам помочь. И говорил я все эти гадости, для того, чтобы вы осознали, что у вас есть серьезное заболевание. Для того, чтобы придать вам, может быть, чуть больше сил, чтобы вы справились с этой болезнью. Продолжается вторая неделя шоу «Взвешенные люди». 17 человек ведут борьбу с избыточным весом. Только что участники увидели то, что реально сокращает их жизнь. Зрелище повергло их в жоп. Когда оттуда потекли, поползли вот эти шматки сала, я просто посмотрела и подумала, неужели это все вам и мне. Впереди у взвешенных людей еще несколько месяцев, чтобы повернуть время вспять и при помощи специалистов вернуть здоровье своему телу и духу. До финала дойдет лишь тот, кто сбросит больше в процентах от своего первоначального веса. Новая жизнь и внушительный денежный приз. Вот награда победителя. Как настроение? После того, что мы увидели, расскажите нам по порядку, что вы видели. Две тонны жена. Это было ужасно. А потом нам сказали наш биологический возраст, и он нас никого не порадовал. Да, это интереснее. Мой биологический возраст составляет 41 год. А мой 36. Мне стало страшно. А мой 53. Самый большой у нас у Митя. У Митя, Митя 69, 69 лет. Да вы старые уже, ребята. Да, уже все. Это действительно страшно. Это значит, что тебе либо повернуть время вспять, либо ты понимаешь, что ты прожил самую активную свою жизнь. Ребята, это, конечно, огромное количество потерянного времени, так скажем, физически, которое можно вернуть. И мы хотели бы с Ирой сейчас взять на себя некие обязательства перед вами. Для меня это персональное дело и дело моего сердца, чтобы каждый из вас вышел другим человеком. Я вам в этом клянусь. Я клянусь приложить 100% и даже больше своих усилий и своих знаний на ваше благо. В ответ захотелось, естественно, получить и от них обязательства. Вам нужно будет эти клятвы написать, чтобы в трудную минуту, когда у вас возникнут сомнения, мы всегда могли обратиться к вашей клятвы. Я никогда в жизни не давал клятвы. Возможно, я этого боялся. Клятвы, это, конечно, очень серьезно. Ее надо выполнить. Старалась написать именно то, что я могу пообещать. Я, Кудрецов-Митя, в пленусь самому себе стать опять полноценным человеком. Подписал назад дороги. Независимо от того, сколько я пробуду на проекте, я доведу свой вес и свое тело до конечного пути. Пути, где я буду свободна от этого пласта жира, где я не стану стесняться сама себя. Пути, где я буду счастливой мамой. Написав эту клятву, я понял, что теперь я должна ее держать всю последующую жизнь, чтобы не обмануть хотя бы себя. Ирина Денис, клянусь, никогда не подводить команду и вас. Клянусь, приложить 100% усилий. Для того, чтобы стать сильной, стройной, красивой. Чтобы сделать себя спортивнее и здоровее. Превозмогая боль и лень, буду трудиться над собой. Буду делать все, чтобы стать такой, какой я была 15 лет назад. Я нравилась самой себе. Я обещаю самой себе, что я стану стройной. В финале покажу себя другую, избавившуюся от лишних 60 килограмм. Я не вернусь к прежней обжорочной запущенной жизни. Хватит быть толстым, надо быть успешным, здоровым. Я буду таким. Аминь. Клятва, я вижу, что это выстрадано каждому из этих ребят. Они смогут опереться на свои же слова, когда им будет казаться, что уже невыносимо тяжело. И это будет еще одна победа их духа. А за духом подтянется тело. Только вперед иди. Давай, капитан. 80, еще 20. Раз. Вот так, я сночу, не упасть, без леса. Я чувствую, что сегодня мы будем готовить на из нас. Работаем. Сильные, китайцы. У меня. Хорошо. Давайте мы поорем на тренировке друг на друга. Отличная идея. Отличная идея. Не работать, а орать. Давай. Ору здесь только я. Все остальные работают. Лапушка, ты можешь. Ирина сегодня была очень эмоциональна на тренировке. Скорее всего, это связано со взвешением, которое нам предстоит. Каждый сантиметр имеет значение. Да. Давай, поднимай наверх. Давай. Это твой подвиг. Это твой путь индивидуальный. Ты завтра увидишь свой путь на весах. Ты увидишь новую жизнь, новый вес. Ничего. Я сегодня ждала, что я могу 90 секунд продержать ноги на весу. Оксана, это важно сделать. Без остановок это важно сделать. Ты идешь в горы уже. Я призналась Ирине, что моя мечта – покоритель брус. Сейчас, естественно, в таком весе это невозможно. Бывалые альпинисты, глядя на меня, говорят, ну и нет, что вы туда не дойдете. Горы таких не принимаю. Я думаю, что расставшись с лишним весом и убрав комплексы, я обрету все то, чего так страстно желаю. Сделай то, что ты никогда не делала раньше. Не отступай. Погнали. Держи. Так, преодолевай себя. Хорошо. Ты это сделаешь. Все, дойдешь до вершины. Десять осталось. Погнали. Раз, вершина, вот она уже впереди. Два. Когда я просто называю это волшебное слово «гора», Оксана включает все свои резервы, и Оксана идет в гору. Она уже находилась здесь. Мне приятно видеть, когда с вас течет ручьем пот. Вот это супер награда. Каждый раз, когда возникает какая-то слабина внутри, вспоминайте про завтрашнее взвешивание, чтобы еще пройти дополнительно 5 секунд, чтобы еще сделать несколько повторов. Вы помните, что было неделю назад? Позорище. Было приятно терять человека, скажите мне, и своей команды, своего цвета? Нет. Еще более неприятно себя потерять в этом деле. Вспомните клятвы. В своих клятвах вы написали, ради чего вы сюда пришли. Мне страшно. Я не хочу никого выгонять. Потому что для меня ситуация, когда мне нужно было решать, кого исключить, оказалась очень застрессовой. С каждым потерянным килограммом, ребята, отжимание было даваться легче. Уже сейчас. Вот. Да. Да. Влад, молодец. Мне от вас нужен один подарок. Самый большой. Тот же подарок, который вы делаете себе. И нужно увидеть ваш результат. Вперед, 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 вперед. Да, да, да. Все, уже обгоняем друг друга. Для меня самое тяжелое в тренировках всегда это бег. Да. Наша задача пробежать еще один круг. Девочкам задание еще один круг. Погнали. Хорошо, Олеся, давай. Давай. На обгон я, конечно, ускорялась. Я бежала, насколько я могла. Но бок сильно болит. Забудь про бок. Вот. Хорошо. Все. Дыши. И опять себя преодолела. Для меня Ирина это все сейчас. Когда я слышу ее голос, ты можешь. Давай, давай. Как-то стимулирует меня к тому, что да, я понимаю, что я смогу это еще раз. Ну. Хорошо. Да, 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 да. То же самое. Сто повторений. Мне сложно все. Я никогда не занимался физкультурой. Как можешь, пока так и делай. Привыкай к этому движению. Тебе оно еще пригодится. Я не умею отжиматься, пока не передается. Их ребятик придержать в руках. Это тяжело. Работаем у каждого высоко. И при этом находимся в команде. Понимаем, что каждый из нас помогает другому выполнить весь объем работы. Конечно, надо не только на себя работать, но и на команду, чтобы показывать хорошую результат. И чтобы остаться такой, в котором мы сейчас. Да, 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 да. Все, хватит. Закончили, да. Тусуйте здесь, на площадке, дышите воздухом. И готовьтесь к завтрашнему дню. Конкуренция будет еженедельной. И никто из нас не знает, кто на этой неделе окажется сильнее, а кто будет догонять. Но бежать впереди всегда очень трудно. И догонять всегда очень трудно. Поэтому каждая команда находится в равных условиях. Я приветствую вас. Я вам разница. Вторая неделя проекта «Взвешенные люди» подошла к концу. Буквально через несколько минут мы узнаем, каких результатов вам удалось добиться. Процедура вам уже знакома. Мы определим ваш текущий вес, затем сравним его с вашим предыдущим весом и вычислим разницу. После этого мы посчитаем, какая команда потеряла больше процентов от своего предыдущего суммарного веса. Эта команда останется на проекте в полном составе. Команда, которая сбросила меньше, прямо сегодня расстанется с одним из своих игроков. Команда «Синя». В прошлый раз мы начинали взвешивание с вас. Сегодня предлагаю начать с красных. Максим, прошу. Твой предыдущий вес составлял 170 килограммов. Вставай на весы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Внимание! Твой текущий вес – 164 килограмма. Максим, спасибо. Ты хороший капитан. Даёшь хороший пример для подражания. Олег, пожалуйста, подходи ко мне. Давай узнаем твой сегодняшний вес. 132 килограмма. Минус 5 килограммов. Это очень приятно ощущать себя подтянутым. Зеркало складываешься интересом. Маша, давай посмотрим результаты этой недели. Разница всего 3 килограмма. Обидно. Потому что я знала, что я могла больше, но я старалась выкладываться на тренировок. Но не получалось. Твой текущий вес – 120 килограммов. Минус 3 килограмма. На этой неделе я старался вроде бы намного лучше, но... Результаты говорят сами за себя. Значит, где-то я что-то недоработаю. Это печально. Вероника. Подходит к концу вторая неделя шоу. 17 человек по-прежнему ведут борьбу с лишним весом. Серьёзность своих намерений они закрепили клятвами. Хватит быть толстым, надо быть успешным, здоровым. Я буду таким. Аминь. Тренировка перед взвешиванием для кого-то может стать последним шансом остаться в проекте. Команда, показавшая худший результат, отправит одного из своих участников домой. Тренеры настраивают своих подопечных на достижение максимального результата. Никол, я жду на следующем взвешивании минус 5 килограмм. Первая неделя была для тебя не очень удачной. Ты похудела всего на 2 килограмма. Каков твой прогноз на эту неделю? На килограмм на 4. Давай проверим. Твой предыдущий вес – 120 килограммов. Твой текущий вес составляет 116 килограммов. Ты сбросила 4 килограмма в 2 раза больше, чем на прошлой неделе. Ну и плюс ко всему ты оправдала какие-то, видимо, свои ожидания. Ты потеряла 5 килограммов за эту неделю. Почему ты не улыбаешься, Олесенька? Мало. Я считаю, что 5 килограммов для меня маловато. Хотелось бы, конечно, побольше. Но лучше, чем 3. Удовлетворительно, скажем так. Митя, проходи. Митя, твой текущий вес – 208 килограммов. Разница – целых 7 килограммов. Я тебя поздравляю, ты молодец. Тяжело далось этой неделе, Митя? Тяжело надо, да. Что было тяжелее всего? Переступить из себя я много добился от того, что не мог себе позволить. Пару месяцев назад потихоньку возвращаюсь в прежнюю жизнь. Спасибо большое тренеру. Хотелось бы, конечно, чуть-чуть справлять побольше. Ну, в принципе, результат нормальный для второй недели. Твой текущий вес – 170 килограммов. Я думаю, что я похудел килограмм на 10, потому что это та лёгкость, которую я сейчас ощущаю. Минус 10 килограммов. Никак не будет. Осталось узнать результат. Оксан, только твой. Оксана, твой предыдущий вес составлял 114 килограммов. За первую неделю ты потеряла 4 килограмма. Вставай на весы. Твой текущий вес, Оксан, 112 килограммов. Всего 2 потерянных килограмма. По итогам второй недели команда «Красных» сбросила 40 килограммов. И я приглашаю на весы участников команды «Синих». Пётр, я так понимаю, что теперь своим капитаном команда считает тебя? Совершенно верно. Ну, тогда прошу тебя первого на весы. Петя, ты чувствуешь ответственность за свою команду? Конечно. Напомню, что капитан «Красных» потерял 6 килограммов на этой неделе. Как ты думаешь, тебе удастся повторить его результат? Думаю, да. Давай проверим. Молодец, ты не подвел свою команду. Я думаю, что они не просто так выбрали тебя своим капитаном. Спасибо. Всю неделю тренировался очень усиленно и очень серьезно. Конечно, я ожидал, что загорится там 8 на весах, естественно. Ну, и из 6, в общем-то, был рад. Разница 4 килограмма. Влад, что-то, судя по выражению твоего лица, не могу понять, доволен ты или нет. Я сам еще не доволен, походу дела нет. Нет, потому что 4 маловато, конечно. Веста, проходи. Вставай на весе. Молодец. Разница 5 килограммов. Я буду сразу больше. Если не выпадает, то в следующую неделю буду работать у Сергея. Разница 5 килограммов. Так же, как и у Весты. Я, с одной стороны, довольна своим результатом, потому что он превышает показатели прошлой недели. Но, с другой стороны, я ожидала от себя немного большего. Таня, твой текущий вес 162 килограмма. Разница опять 2 килограмма. Я сползал, приходил, выходил из него, чтобы у меня в футбол была бокрая с обеих сторон. Жанна, я смотрю, ты рада за Сашу? Да, очень честно. Ну, а теперь ты проходи на вес. Посмотрим, будет ли повод у Саши порадоваться за тебя. Вставай на весе. Твой текущий вес 137 килограммов. И за эту неделю ты потеряла опять 3 килограмма. Единственное, что я могу сделать, это не срываться, не кричать, что я ухожу домой, что мне все надоело. А сквозь слезы, сквозь вот эту вот мою внутреннюю плохую Жанну идти вперед, вперед, вперед и показать более лучший результат. Я приглашаю на взвешивание последнего участника этой команды. Анечка, проходи. Аня, твой текущий вес 102 килограмма. И это целых 6 килограммов разницы с прошлой недели. Я тебя поздравляю. Почему? Все внутри вот так вот переворачивается. Все считаю, что я самая маленькая. То, что мне будет проще всего это сделать дома. А сейчас я все надернулась. Команда «Синих» потеряла за эту неделю 38 килограммов. Однако команда «Красных» была победителем конкурса. По нашим условиям, к результату команды «Синих» прибавляется еще 2 штрафных килограмма. Таким образом, команда «Синих» потеряла 36 килограммов. Ну все, слава богу, мы не простаем все синими человеками. Команда «Синих» вы сбросили на этой неделе 3,1% от своего суммарного веса. Команда «Красных». Подошла к концу вторая неделя шоу. На контрольном взвешивании участники узнали свои персональные результаты. Но в полном составе останется лишь та команда, которая за неделю потеряла больше процентов от предыдущего суммарного веса. Результат «Синих» – 3,1%. Удалось ли команде «Красных» превзойти соперника? Команда «Красных». На этой неделе вы сбросили. 2,98% от вашего суммарного веса. Проиграла команда «Красных». Удовольствие от того, что «Красные» проиграли – нет. Удовольствие есть от того, что мы выиграли. Вот где-то мы, наверное, чуть-чуть дали слабиночку, а слабили булки. Команда «Синих», я вас поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Ну что ж, команда «Красных», я вам сочувствую. Настала ваша очередь проститься с одним из участников команды. Конечно, мы с тобой хотелось продолжать без просьбы, чтобы не такую серию выступлений. Но ситуация сразу же началась. Кто хотел бы первого выступления? «Я хочу сбросить еще 70 килограмм. И боюсь, что дома я этого сделать самостоятельно не смогу без поддержки команды, врачей и тренеров. Я хотела бы остаться на проекте, чтобы дойти до тех килограммов, которые я хотела бы сбросить. Я считаю, что я могу еще быть очень полезной команде, но взвешивание для меня оказалось большим удивлением, то, что я похудела меньше всех. Ну, я боюсь, потому что я считаю, что это было бы справедливо, исключить того, кто принес меньше всего килограмм в копилку команды». «Я считаю, что на этой неделе из нашей команды был худшим. Я подвел команду «Я» отчасти. А последний силоват? «Я постоянно буду вас подводить. Это будет постоянно. Я себя знаю. Я не могу переступить. Вот такой я. Я привык к себе жалеть». «Я понимаю, ты хочешь уйти с проекта?» «На этой неделе я подвел свою команду, то, что я всего лишь скинул 3 килограмма. Я готов уйти, потому что если уйду я, то это будет правильно. Я себя ощущаю слабым. На этой неделе, можно сказать, я была бузой, наверное, для своей команды. Даже не то, что для своей команды, а для себя, в первую очередь. Я не доказал себе, что на этой неделе я скинул больше, чем на прошлой неделе». «Я прошу каждого сказать, какое решение он принял». «Оксаночка, давай начнем с тебя». «Я сразу прошу прощения за свой выбор, потому что мне его просто приходится делать. Обосновать могу только тем, что я каждый вечер нахожусь в комнате с этим человеком. И я вижу, что ему это дается с неимоверным трудом и большими усилиями». «Это Олеся». «Она очень скучает и по мужу, и по дочери. То есть для нее это испытание находиться здесь». «Человек, против которого я проголосовал, на мой взгляд, не понял того, что от него зависит судьба нашей команды. Мое решение, что он является некой обузой для команды». «Максим проголосовал против Вероники. Лишь твоя очередь». «Сейчас говорит не мое сердце, а говорит мой разум. Это... «Это Олеся». «Да». «Олеся, против тебя уже проголосовали двое участников вашей команды». «Я вот нисколько не в обиде, потому что ребята, они видят, что мне действительно сейчас тяжело. Я очень соскучилась с моей дочерью. Очень». «Теперь я хочу узнать, кого выбрала ты». «Я вижу, что этот человек способен на многое. Но просто человек ленится и много жалеет себя, как капризный ребенок. Хочу – делаю, хочу – не делаю. Поэтому, Ник, прости». «Два голоса против Вероники и два голоса против Олеси». «Влеменилась или еще что-то? На самом деле нет. Я выкладывалась по полной программе, и мне было реально очень тяжело. Но я не могу перепрыгнуть себя и сделать сто отжиманий на руках, когда я этого ни разу не делаю». «Мой выбор. Вероника. Вероника, я думаю, что если ты вернешься домой и будешь заниматься именно собой, не отвлекаясь ни на что, то результат будет замечательный». «Вероника ничего личного на это был». «Я думаю, что дома ей будет лучше. Дома у нее будет намного лучше поддержка. Это Олеси». «Это человек веселый. Может, даже и компаньон хороший очень. Но его очень много. Это шоу. Леш, прости, пожалуйста». «Четыре голоса против Вероники. Три против Олеси. И один против Леши. Митя, от твоего решения сейчас может зависеть исход сегодняшнего голосования. Это довольно печальная процедура. Мы все привыкли друг к другу. Хотелось бы совершенно, чтобы кто-то уходил. Но правило из правил. Этот человек мне показал сам, что ему довольно тяжело. К тому же человек добрый, очень любит своих родственников и переживает за них». В ходе контрольного взвешивания команды узнали, каких результатов им удалось добиться. А результат красных – минус 40 килограммов. Команда «Синих» с учетом штрафа сбросила всего 36 килограммов, но в процентах от своего предыдущего суммарного веса все же превзошла соперников. Теперь красные должны решить, кто из них сегодня покинет шоу. Против Леши один голос, против Олеси три, против Вероники четыре. Мнение Мити может стать решающим. «Я надеюсь, Вероника, что у тебя все получится. Дома ты добьешься результатов. Извини». «Пять голосов против Вероники. Мне очень жаль. Но сегодня ты покидаешь наш проект». «Он большое отдельное каждому спасибо. Я смотрю вообще ни на что. Но Макс – это такого капитана больше никогда не будет. Берегите его, ребят. Прожмите руку. Думаю, что дома ей будет легче. Она действительно сможет. Она сильная девчонка, но если сама это захочет. Мне очень интересно посмотреть, какая Вероника придет на финал. Я думаю, что для всех это будет большим удивлением. Думаю, она добьется результатов. Я всячески желаю ей успеха. Всего хорошего, Вероника. Удачи! «Мне, конечно, все прижалко покидать проект. Но я получила тот волшебный пинок, который мне нужен был под зад. Завтра я проснусь, плеву душу, пойду в зал. Я очень хочу доказать своей команде, что справлюсь со всем этим намного лучше, чем со с ними. Посмотрим на финале. Докажу я еще. Я такая на самом деле. Посмотрим. Кто-то, 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 кто-то. После проекта я стала намного самостоятельней. Сейчас я начала и готовить самостоятельно себе. Порции, конечно же, намного уменьшились. Я стала больше проводить свободное время на свежем воздухе. Для меня это теперь выбор жизни. Взять и бегать. Взять и заниматься. Все очень здорово. И я очень благодарна и людям, которые на этом проекте, и вообще этому проекту. Вообще, конечно, жизнь изменилась. На следующей неделе тренеры увеличат нагрузки для участников проекта взвешенные люди. Отлично! Вот она, рабочая атмосфера. Наконец-то! Я понимаю, что все работают. Многим придется работать на пределе. И даже за пределом своих возможностей. Не хочу я все. Не хочу я. Пожрать это излишне. Задача тренеров постоянно напоминать игрокам об их цели. Тихо, давай, давай, поехали. Ты чего? На что ты излишне? На кого излишне? Ради нее они готовы учиться. Готовы бороться. Готовы идти вперед. Ребят, никто из нашей команды по итогам этой недели не должен уйти. В конце недели кто-то из участников проекта отправится домой. Остальные продолжат борьбу за призовой фонд 3 миллиона рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова